Спорт на диване 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 Есть, по крайней мере, один наш бывший соотечественник по фамилии Алмуков. Он, по-моему, сноубордист, хавпайп. Но он не то, чтобы прям самый главный чемпион, но тем не менее парень, который с 7 лет живет в Австралии, родители эмигрируют. Похоже чем-то на историю триумфатора хавпайпа позавчерашнего дня, тоже нашего бывшего соотечественника, который выиграл золото для Швейцарии. Посмотрим, получится ли у еще одного нашего бывшего соотечественника уже выиграть для австралийцев золото. Но вообще сегодня все ждут первого хоккейного матча российской сборной. Мы играем со Словенией в 16.30 начнется этот матч. Обязательно вечером будем его комментировать, обсуждать с гостями студии. Сегодня будет женский хоккей, о котором вчера, как и Александр Дурплющев, благород журналистов в Москве, как раз вот на этом самом месте докладывал, что это теперь его любимый вид спорта, чтобы был потрясен просто тем, какая зречная штука женский. Чуть говоря, я тоже был потрясен, потому что там такие скорости, которые вообще не ожидали от женского хоккея. Потому что изначально, когда я видел этот вид спорта в... Я думал, что, каким мужчинам хоккеистам и не снили. Я не ожидала женского хоккей. Довольно сексистское замечание. Ну, прости, пожалуйста. Ну, просто я, правда, когда это прочитал, я вспомнил Фаину Раневскую и ее определение слова «извращение». Ребят, извращение — это не то, что вы думаете. Извращение — это хоккей на льду и балет на траве. Вот что-то тоже такое, да, вот какой-то балет на траве. А вообще сегодня всю первую половину дня... Заметьте, как Январд Варатович похвалил этот прекрасный вид спорта — женский хоккей. Нет, я болею, я болею. Вчера, кстати, очень такая эмоциональная была игра Канады-США. Вот, в женском хоккейкерсе очень мощный матч. Сегодня все ждут, значит, начала первой игры российской сборной. Но перед тем, как ребята выйдут на лед, всю первую половину дня и наши коллеги, Маша Командовна и Никита Белоголовцев бегали, бегали, буквально ловили вчерашних триумфаторов золотых наших пару. Максим Тарников и Татьяна Волосожар поймали их на пресс-конференции и даже удалось задать несколько вопросов. Вот, например, Маша Командовна поинтересовалась, почему Максим Тарников сбрил усы. Потому что еще вчера он был в усах, а сегодня с утра уже без усов. Вот что он ей ответил. Дело в том, что я очень встал на бородой усов, я уже полгода был в этом образе. И на самом деле очень ждал, это 12-го числа, чтобы поприться. И все, я об этом говорил, что вот уже замка, я поместил, и нет. И, ну, получил смотреться на все дни утром. Потому что вчера уже не было ни сил, ни времени. Но, не знаю, упростился с образом, нет. Я думаю, что надо делать покоя, нужно вырастить, вырастить довольно быстро. Но если будет надо, конечно, все вернется. У Татьяны Блассажар, Маша Командовна, поинтересовалась вообще, спала ли она после этой победы. И вот, собственно, ожидаемый достаточно ответ получен. Спали мы мало, но очень рады, что было холодно и спать всю ночь. И, конечно, командные соревнования для нас были тоже важны. И мы выступали как второй гид после Евгения Брюченко. И хотелось им подвести команду, чтобы, в принципе, у нас сложились все составляющие нашего командного турнира. И поддержка зрителей уже ощущалась тогда. И, наверное, самое такое бурное волнение было все-таки в командном чемпионате, именно в короткой программе. Потом лично мы уже были готовы немножечко к приему улыбки. Спасибо большое. Ну и напомню, что вторая наша пара, Ксения Столбова и Федор Климов, заняли второе место, получили серебряную медаль. И тренер у обеих пар один, Нина Мозор, в общем-то, до этого не самый далеко, не самый известный, не самый титулованный российский тренер по фигурному катанию. Удалось, Маша Команда, ее догнать буквально в столовой. Это произошло. И даже немножко поговорить. Ну, что так хорошо получится, конечно, нет. Мы надеялись, но в личном турнире мы думали о Тане и Максиме. То есть вся команда, и наверняка очень многие увидели, что я не выходила к борту с остальными ребятами. Но те люди, которые с нами в команде работали, они были возле них, а я была в раздевалке, я их поддерживала, была на тренировке. И все мысли были в индивидуальном турнире поглощены Татьяной и Максимом, конечно же. А то, что ребята собрались, и то, что они большие-большие молодцы бойцы, в первую очередь, на своей дебютной олимпиаде, Ксения с Федором, просто... У них даже не было секундочки сомнения в том, что они будут бороться. Они меня убедили в том, что они это могут делать и не отдадут никому свое место. Ну, да, Дамаша. Если с этим мы закончили, то я хотела прийти ко второй части мартализонского балета. Для меня вообще спорт интересен прежде всего именно человеческими историями, может быть, закулисными историями, биографическими какими-то моментами. Олимпиадами просто полна и столько всяких интересных вещей, о которых можно и хочется рассказать. И вот мы с Ренатом нашли такие, не то чтобы сильно искали, они сами, можно сказать, на поверхности лежали. Такие сильные, на наш взгляд, человеческие истории, у которых есть столько же общего, сколько и различий. Ну, Ренат, начнёт про Брайана Флетчера. Да, я честно признаюсь, ничего я не знал об этом спортсмене ещё, собственно, до сегодняшнего утра. Хотя накануне он выиграл золотую медаль в двоеборье. Это когда лыжники сначала летают, а потом едут. И, ну, Брайан Флетчер, Брайан Флетчер, ну, американец, но выиграл, ну и ладно. Сколько таких американцев выигрывает? И, наверное, вообще... В внешнем времени нет ничего такого, чтобы привлекло внимание. Да, 27 лет. Как-то даже я не стал читать его биографии. Вот сегодня Маша, собственно, сказала, да. Вот мы сейчас видим, как он соревнуется. Это не Олимпийские игры, потому что не имеем мы права показывать ЮДС Олимпиады. Это чемпионат Соединенных Штатов прошлого года, который, конечно же, тоже выиграл. Вообще выигрывает в Америке почти всё под двоеборье. Уже последние года два. И вот Маша мне подсказала, кинула ссылочку на материал агентства РИА Новости. И, собственно, журналисты этого агентства всё-таки выяснили некоторые детали биографии этого удивительного спортсмена. В три года ему был поставлен диагноз лейкемия. И фактически врачи, насколько я понимаю, его родителям и его маме сказали, что шанс почти нет. Почти нет на то, что ребёнок выживет, долго проживёт. Вот. И мама в четыре года его отдала заниматься вот этим видом спорта, лыжным двоеборьем, чтобы как-то хотя бы парня отвлекать от бесконечных докторов, лечения, химиотерапии. Он стеснялся того, что... Там сильная фраза её приводится, что пусть он делает всё, что хочет. А в четыре года мальчик изъявил желание прыгать с трамплина. Ну, бывает такое. И тоже, опять же, сильная деталь. Прыжки с трамплина отвлекли его от химиотерапии. Ничего себе. Отвлекли. Вообще трудно представить себе мотивы такого решения. И это было сильное решение, как выяснилось, это было не просто правильное, а единственное вообще возможное решение, которое можно было в этой ситуации принять. Человек вырос, ему 27 лет, он чемпион. 27 лет, чемпион, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель гран-при мирового, чемпион Соединённых Штатов Америки. 27 лет, красивый парень, всё хорошо. А удивительная деталь, да? Да, да, одна деталь по поводу здоровья. То, что в 6 лет, в 6 лет он пережил инсульт. Ну, вообще, очень сложно спросить, сколько пришлось парню на терпеться в первые 6 лет жизни. Ну, просто, да, бедный ребёнок. Инсульт, и он забыл всё, собственно, детство. То есть, информация о том, что с ним было до 6 лет, у него в голове несколько порем просто отсутствует. Он просто не помнит этого. Да, ну, многие и без болезни не помнят, что с ним было в раннем детстве. Ну, есть люди, которые себя помнят только с какого-то сознательного возраста. Но, получается, он полностью преодолел эту болезнь. И одно, и другое, последствия инсульта, и лейкемию, что самое вообще. И его состояние здоровья таково, что он, ну, наравно, он не, это не про олимпийские игры. У него просто, просто, он просто здоров. Обычная олимпиада. И он олимпийский чемпион. Есть две вещи, которые роднят Брайана Флетчера с женщиной по имени Ванесса Мэй. Вот это имя вы слышали, 100%. Это одна цифра, 4 года, когда Брайан Флетчер начал заниматься прыжками с трамплина. И, собственно говоря, олимпиада. Удивительным образом, вы, наверное, уже, может быть, многие из вас обратили внимание на то, что Ванесса Мэй приехала на олимпиаду не для того, чтобы услаждаться звуками скрипки, оглашать ими горнолыжные склоны, а для того, чтобы, собственно, кататься на лыжах. Ванесса Мэй может выступать от Таиланда, как в гигантском салме, как лыжник, потому что у нее папа, собственно говоря, таяц, она от такого смешанного брака ребенок с британским гражданством, мама китаянка, папа таяц, родители развелись, и мама увезла ее в Великобританию. И в возрасте 4-х лет она стала заниматься лыжами. После чего она стала играть на скрипке и категорически запретили заниматься лыжами. Все наоборот, да. Абсолютно, да. Другая ситуация. Спасли спортом от Ванессы и спорта задали. Ну, она говорит, что она не сильно переживала по этому поводу, потому что скрипка гораздо большую ее часть жизни занимала, и гораздо больше она к этому вообще была этим увлечена, и она была такой очень послушный ребенок, который предпочитал играть на скрипке. Такие дети тоже бывают. Вот, но тем не менее, и она тогда же еще конным спортом пыталась заниматься, ей тоже это запретили. В общем, ей запретили любые какие-то активности, которые связаны с опасностью, чтобы себе сломать, например, руку, что для скрипача совершенно невозможно. И вот Ванессе 35 лет. Ну, давайте, она играет на скрипке вот так. Многие из вас видели, вероятно, эти выступления. Играет на скрипке она вот таким образом в окружении танцоров и прочих атрибутов поп-музыки, скажем так. И вот полгода назад Ванессе Мэй решила, а что бы мне, собственно говоря, не поучаствовать в Олимпиаде. Ну, это смешно, но это выглядит именно так. Ну, в принципе, спасла ситуация то, что я подозреваю, что в Таиланде не так много лыжников вообще, в принципе, а уж такого уровня олимпийского и вообще совсем мало, что позволило Ванессе Мэй в течение полгода подготовиться к Олимпиаде и пройти вот этот довольно сложный отбор. И сейчас она в страшном экстазе, значит, вот рассказывает, как ей все это удалось. И, конечно, она говорит, я не рассчитываю на золотую медаль, и думаю, мое золотое платье, в котором я пришла на первую олимпийскую вечеринку, будет единственным золотом, которое продемонстрирую на Олимпиаде. Между прочим, она 10 лет уже не общается со своей мамой вообще. Та перестала ее быть менеджером, когда ей было 20 с небольшим лет. Ну, что-то они такое не поделили и поссорились. А папа ее после того, как оставил семью, вернулся в Таиланд и постригся, точнее, даже побрился в его случае, в монахе. И 10 лет прожил в Таиланде как монах. То есть это страна, ну, Таиланд для нее сложная, скажем так, родина. Но и тем, может быть, еще более волнующей, в откровенном мере, она так это описывает, для Ван Семе было идти под тайским флагом на церемонии открытия. А как она будет в гигантском славном и какие успехи показывает, похоже, вот как сейчас мы увидели, как на скрипке, на том же уровне, или, может, чуть послабее, или посильнее, наоборот. Это мы узнаем в самом начале следующей недели. Вот такие удивительные олимпийские истории жизни. Смотрите программу «Спорт на диване» чаще, больше. Следующий выпуск в 17.30, но уже через всего-то 13 минут последние новости. А сейчас программа Дениса Катаева «Искусственный отбор».